В региональной общественной приемной штаба Единой России депутат Государственной Думы Владимир Васильев провел рабочее совещание. Главной темой повестки стала крыша многоквартирного жилого дома, который протекает уже не первый год. В ходе обсуждения проблемы были выявлены ее основные причины и намечены пути решения. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Депутат Государственной Думы Владимир Васильев регулярно проводит встречи с жителями на своем избирательном округе. В этот раз проблемой обратилась председатель совета дома Елена Максимова. В жилом доме по адресу улицы Софьи Перовской 1 дробь 45 давно протекает крыша. Капитальный ремонт не делался с 1965 года, то есть самой постройки дома. Постоянные протечки, гниль. В общем, как происходит весна, так у жителей дома начинаются проблемы. Еще также обратились по тому поводу, что в нашем доме есть женская консультация. Туда мама приходит с колясочками, дети гуляют вокруг. Так как кровля в аварийном состоянии, невозможно почистить снег, и это просто может упасть кому-то на голову. То есть страдают и люди, приходящие, и жители дома. Я хочу предотвратить чрезвычайную ситуацию. Управляющая компания данного дома не может решить эту проблему, так как находится в стадии банкротства. А накопления жителей дома не покрывают полную сумму ремонта кровли. И в такой ситуации жильцы остаются с проблемой один на один. Депутат Государственной думы Владимир Васильев на примере этого дома обозначил важную проблему ответственности управляющих организаций. Ну надо же решать вопрос. Это же проблема. Народ требует. Мы идем по пути того, что хочет народ. Из-за несовершенства законодательства зона ответственности за жилые помещения давно является неоднозначной. А меры воздействия на управляющие организации малоэффективны. Прокуратура и другие надзорные службы могут лишь выписать предупреждение управляющей организации, которая неполноценно выполняет свои обязанности. Но к реальному улучшению ситуации это зачастую не приводит. И мы нередко рассказываем о подобных случаях. А жителям, которые оказываются в подобных сложных ситуациях, нужны конкретные решения. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев считает, что эта проблема жилищного и коммунального хозяйства давно нуждается в комплексном серьезном решении. Но это большая работа, а людям нужно помочь, как говорится, уже сейчас. У нас запланирована поездка рабочая в этот дом с той целью, чтобы оценить масштабы предстоящих работ, оценить то, в каком состоянии находится объект, понять, какие мы сейчас можем экстренно меры принять для того, чтобы не допустить, вот сейчас весна уже, как говорится, на носу, чтобы не протекала крыша. Ну а в дальнейшем уже как-то более радикально эту проблему оккупировать, принять меры по исчерпывающему полноценному ремонту жилого объекта. И еще, как отметил Владимир Васильев, сегодня важно объединить людей для совместного и деятельного решения многих задач. Например, касающихся благоустройства, взаимопомощи, организации совместных акций и других малых дел, способных существенно улучшить нашу жизнь. В этом его активно поддержал и присутствующие на встрече представители прокуратуры, а также и другие участники. Безусловно, важно, чтобы люди самостоятельно проявляли инициативу и делали все возможное для развития и обустройства своих придомовых территорий и других общественных пространств. Поддержание традиций субботников и высадки деревьев, да и просто добросовестное отношение для начала к своему жилью – это важные шаги на пути решения подобных проблем и в целом гармонизации нашей жизни. Ведь когда хочешь изменить мир к лучшему, то всегда нужно начинать с себя.